Единогласно проголосовали за регламент и 58-е заседание Ленинского районного совета депутатов открылось. На повестке дня три вопроса. Самый важный – отчет об исполнении бюджета муниципалитета за 2016 год. Напомним, публичные слушания на эту тему проходили в прошлом месяце. Тогда начальник финансового управления Татьяна Макушкина подробно рассказала присутствующим о том, откуда поступали и как тратились средства. К заседанию народные избранники также были ознакомлены с материалом и решения по данному вопросу приняли быстро. Здесь нам самое главное понять динамику использования бюджетных средств, насколько они используются в рамках тех программ, которые у нас существуют, а их у нас 12. В рамках законодательства, в первую очередь бюджетного законодательства, во-вторых, исполнение программ, как мы сегодня услышали, на достаточно высоком уровне. Он в среднем составляет 97%. Это хороший, достаточно убедительный результат, который может похвастаться не каждое муниципальное образование, а в помощь, конечно же, в первую очередь ревизионная комиссия. Отчет о деятельности ревизионной комиссии и стал вторым вопросом, по которому предстояло проголосовать депутатам. Доклад широко охватил темы экспертной работы, а также финансовых нарушений на проверяемых объектах. Выявлено финансовое нарушение составило 20 объектов из 22. Нарушение при осуществлении муниципальных закупок 57 случаев на сумму 124,6 миллионов рублей. Кроме того, был выявлен один случай в иных нарушениях. Также Совет принял решение о присвоении главе Ленинского района Олегу Хромову классного чина, специального служебного разряда. Звание, которое присваивается лицу, занимающему муниципальную должность. Юлия Погосян, Константин Брылов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.